Полиция Москвы пресекла работу подпольного цеха по производству косметики. Подделывали известные бренды. На складе изъяли более 15 тысяч упаковок, готовых к продаже. Четыре человека задержаны. Дмитрий Горн узнал, как изготавливали контрафакт. До этого момента шум линии упаковки в цеху не смолкал. Ночами здесь кипела жизнь. Сразу на нескольких десятках станках фасовали, упаковывали и отправляли в розничные магазины. Различные порошки, гели, ампулы с непонятной жидкостью. Но незаконно. Может объяснить, что-то происходит? Оперативников рабочей подпольного производства, по всей видимости, не ждали. Визиту правоохранителей искренне удивляются. И на складе, и в офисе. На вас удивляет, что такого полиция приехала? Удивляет, очень сильно удивляет. Огромные пластиковые бочки с содержимым, очень похожим на крем. Именно так в коридорах хранилась продукция. Вдоль стены выставлены, по всей видимости, готовые к отправке коробки с товаром. Здесь же, в рулонах, упаковка будущего контрафакта. Есть и свои печати, с которыми могли быть проштампованы упаковки для еще большего убеждения потребителей в качестве продукции. После предпродажной подготовки от оригинала продукцию практически не отличить. Известные и совсем не популярные бренды. Некоторые позиции для копирования подпольщики, по всей видимости, специально выбирали отнюдь не среди лидеров продаж. Но и от сбыта таких позиций получали колоссальную выгоду. К примеру, рекламу одного из якобы чудодейственных препаратов, обнаруженного на складе, можно с легкостью найти в интернете. Стоимость одной такой упаковки на сайтах варьируется от 900 до 1500 рублей. Однако среди отзывов в интернете все чаще встречаются отрицательные. В целом, откровенный развод. Начиная от состава, заканчивая действием и ценой. Реклама продумана хорошо, но продукт не стоит своих денег. Среди 15 тысяч товаров, которые изъяли правоохранители, позиции самые разные. Здесь можно встретить даже продукцию для рыбаков. Судя по табличке, в этих блестящих пакетиках прикормка для будущего улова. Но теперь организаторы сами на крючке. Установлено, что в Москве, в одном из помещений на Дмитровском шоссе, злоумышленники изготавливали косметические средства под видом известных торговых марок. По данному факту, следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пока следователи продолжают подсчитывать, какой ущерб нанесен правообладателям брендов, суд отправил одного из задержанных под домашний арест, еще троих под подписку о невыезде. Подозреваемым теперь грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 6 лет. Дмитрий Горн, Вести.